У нас уже конец августа 2021 года. Время летит, жизнь уходит. Да, время самое-самое важное, что есть у человека. Не все это понимают, почему-то часть людей считает, что самое главное это деньги. Это плохо, что так считают некоторые. Но свою голову другому не пришьешь. Также чужую себе не пришьешь. Давайте поговорим сегодня на тему коммуникации в социальных сетях. Вот я сейчас делаю такие эксперименты и вычищаю просто свой фейсбук. Потому что у меня вообще два фейсбука, так случилось уж, что два фейсбука когда-то открыл, и они так два и существуют. И в одном фейсбуке пять тысяч друзей и что-то там около десяти тысяч подписчиков, а в другом тоже около пяти тысяч друзей, там четыре девятьсот, что-то так, и около двух тысяч подписчиков. И фейсбуки у меня открыты с 2011 года, когда я в Америку переехал, я их открыл. И им особо не занимался, то есть в плане я делал, конечно, посты, ну, вел социальную активность, там фотографии добавлял. Ну, вот в друзьях чистку не делал. А мы с женой ездили в Сан-Франциско на мероприятие, которое посвящено стартапам. И там познакомились с одним человеком, не помню, выпало из головы у меня время, но он сам с Нижнего Новгорода тоже стартапер, уехал в Сан-Франциско. И он мне сказал такую вещь. Слушай, ты знаешь, фейсбук это очень хороший инструмент коммуникации с людьми, но когда у тебя нормальные друзья? А я говорю, а что такое нормальные друзья? Это те, которые тебе отвечают. То есть ты можешь их не знать, но главное, чтобы они с тобой как-то общались, а иначе это мертвые друзья, зачем они тебе нужны? И говорит, я что делаю? Я беру, рассылаю какой-нибудь текст, там, не знаю, там, привет, как у тебя дела, да? Или какое-нибудь там предложение рекламное. И дальше смотрю, кто мне не отвечает, я его удаляю. Зачем он мне нужен, если он мертвый, если он не отвечает? Или кто-то там пишет, начинает, что вы мне там спам шлете, или там еще что-нибудь, там, хамит. Сразу удаляю, не спорю. И добавляю следующих. И опять им шлю сообщения. И тоже удаляю, если не ответил. А если я ответил, хоть что-то, там, не знаю, лайк поставил, там, спасибо сказал, там, спасибо, что отправили, но пока им там в ваших услугах не нуждаюсь. Или там, если вы пишете, как дела, ответил, да, дела, нормально, хорошо, ну, стандартный американский ответ. Даже если плохо, они говорят, хорошо. Вот. Но коммуникация какая-то есть. И вот я сейчас начал, вспомнил эти слова этого умного человека. Подсказку он мне такую дал. И я сейчас... Что ж такое, у меня постоянно не держится штатив. Такую вычиску начинаю делать. И, конечно, вижу, насколько у меня много мертвых... Ну, я не знаю, что они мертвые физически, а мертвых друзей в плане, они не общительные. Вот. Хотя за 10 лет есть люди, которые действительно ушли из жизни, на самом деле. Это, ну, опять же, возвращаясь к тому, что жизнь бежит быстро. Вот. И заодно я вообще не просто как дела пишу. Я пишу, как дела, как у вас дела, посмотрите наш новый сервис и пиар. Он нужен абсолютно каждому. Вот. Некоторые пишут, конечно... Такие вещи странные, что не хочется даже прокомментировать. Я не понимаю, как они у меня эти люди вообще были в друзьях. Ну, есть и хорошие отклики, их немало. И кто-то уже клиентом стал. Кто-то сказал, мы вас порекомендуем там, знакомым там, нам не нужно. Но порекомендуем. Сейчас вот с девушкой как раз тоже по фейсбуку, она у меня в друзьях данным давно начали общаться. И она говорит, а обо мне, вот мне нужна синяя галочка в инстаграм. И обо мне много медиа написано. Я певица, модель. И вот мне как бы галочку не дают. Я тут же заношу ее фамилию в гугл. На первой странице ничего о ней не написано. То есть, выходит какие-то ее социальные сети, какой-то там ролик на ютубе. Но это не для инстаграма. Инстаграму нужны медиа. Если вы хотите получить синюю галочку, им нужно хотя бы 5 медиа. Я говорю, только у вас ничего не пишут. А вот как бы, ну вот там, там линкетин или там ролик считается. Нет, не считается. Прислал какую-то статью, я ее не нашел. Она где-то, наверное, там, ну, на каких-то десятых страницах гугла. Ну, то есть, важно, менеджер инстаграма, он смотрит популярность медиа. Он смотрит, первое, что он сделает, он забьет ваше имя, фамилию в гугл и посмотрит. Если даже вы-то ему прислали эти 5 медиа, но они не индексируются гуглом, ну, значит, это, может быть, это не медиа, а какие-то фальшивые сайты. Сейчас же очень много такого существует, что создаются фальшивые сайты. Я сам сколько страдал и продолжаю страдать, когда там жулики используют. Вот, хотя сейчас уже меньше страдаю, на самом деле, я уже пересмотрел отношения к этому всему. Но раньше мне было очень неприятно, что, ну, елки-палки, почему какие-то нехорошие люди, хочется сказать очень плохое и нецензурное слово, берут, там, публикуют клевету, да, выдумку, и потом еще требуют деньги за удаление. То есть, вот, инстаграм-менеджер, он как раз такие сайты, которые фейковые, он их не воспримет. То есть, если сайт не индексируется в гугл на первой странице. Либо если индексируется, потому что бывает, что фейк тоже индексируется на первой странице, но очевидно, что это фейковый сайт, очевидно, что это сайт просто какой-то заказной, где там компромат публикуется, или кто-то публикует информацию ради само-пиара, так они же не дураки, они же это все поймут. Им нужны реальные медиа, реальные медиа, которые несут в себе какой-то контент. Поэтому будьте внимательны к предложениям, если вам кто-то предлагает опубликовать на полторы тысячах сайтах какую-то информацию, так это не настоящие медиа, это все будет фейк. Но этим занимаются, это целый бизнес, это киберпреступность. Вот так я вычищаю сейчас фейсбук. Очень-очень много придется отправлять сайт.